В Самарской области только в этом году зарегистрировано более 2000 отравлений спиртосодержащими растворами. Пострадавшие употребляли суррогат по отдельную продукцию или не рассчитали дозу обычного алкоголя. Каждый седьмой случай привел к летальному исходу. Причем большинство из этих погибших осознанно шли на риск, говорят специалисты. Это здесь уже преднамеренное отравление, когда люди знают, что эта продукция не подлежит употреблению внутрь, независимо это купленное, либо в отечной сети, либо как парфюмерно-косметическое средство, либо с рук где-то. Поэтому понятно, что ее употреблять нельзя, на ней соответствующая маркировка, и вот вы, наверное, видели по иркутской трагедии. Из-за относительно высоких цен на спиртосодержащие напитки, суррогаты популярны среди населения с достатком ниже среднего. Например, сейчас полулитровая бутылка водки по закону не должна быть дешевле 190 рублей. Кроме того, специалисты напоминают, опасность есть и при злоупотреблении качественным алкоголем. Алкоголь – это все равно яд, и предстают от новогодней праздники, это 10-9 дней длительное ежедневное употребление, а тем более, кто страдает хроническим заболеванием, это, безусловно, может причинить вред и здоровью, и жизни. К слову, в течение всего года в отделении токсикологии больницы Середавина ни одна из 25 коек не пустовала. На лечение одного госпитализированного с алкогольным отравлением из фонда ОМС тратится около 40 тысяч рублей. Не нужно долго ждать. До приезда скорой начинается промывать желудок, но скорую помощь нужно вызывать обязательно. Определить, решить самим, стоит вызывать скорую помощь, закончится ли этот случай хорошо или не закончится, все-таки рисковать не стоит. Самарские эксперты считают, если будет снижен размер акцизов на алкоголь, уменьшится и потребление суррогатов. Этот вопрос по поручению президента должен быть проработан до конца марта следующего года.